От аномально низкой температуры можно пострадать не только на улице, но и не выходя из дома. В микрорайоне Замеликесия хозяин одной из квартир обнаружил, что на его кухне вода замерзла прямо в кране. Марата Мухтарова это не удивило, ведь в его квартире холодно, и год назад он уже наблюдал подобные явления. Но повторение фокуса с превращением воды в лед стало последней каплей в чашу его терпения. Марат Мухтаров не часто приезжает в новую квартиру. Радость новоселья омрачает обосновавшийся в его доме холод. Температура на градуснике у торцевой стены не поднимается зимой выше 15 градусов. 8-9 градусов тепла. Потому что я сейчас держу в руках, от руки идет тепло, и она нагревается. Когда она висит на стене, она показывает 5-6 градусов. Хозяин квартиры рассказал, что заказывал независимую экспертизу. Специалисты тогда установили, что температура в некоторых местах ниже нулевой отметки, и строительство дома велось серьезными нарушениями. Между кирпичной кладкой и стеной отсутствует теплоизоляционный материал. Вот рука проходит спокойнее. То есть там ничего нету. Там пустота. Эти беды преследуют жильцов с конца 2012 года, то есть с самого заселения. И прошлой зимой была похожая ситуация. По словам замерзающих, тогда в управляющие компании сослались на то, что дом еще новый и не просох до конца. Каждый раз, когда обращаемся в ЖЭК с жилами на данные проблемы, всегда отвечают, вы убавляете отопление, вы открываете окна, вы специально делаете холодно. Потом были такие разговоры, что нужно двери почему-то в туалете с ванной держать открытыми, для того, чтобы прогрев. Кроме все новых советов с различными ритуалами по вызову тепла, специалисты местного ЖЭКа ничем другим помочь жителям не могут. Тем более, что они уверены, во всех бедах виноваты сами владельцы квартиры. 180-й квартиры, квартира торцевая, по торцам у нас были проблемы, человек там не живет постоянно. То есть прихватило где-то холодную трубу, проблема где-то по торцевой стене. Надо утеплить дополнительно или пользоваться хотя бы, постоянно жить там. Но и те, кто следует этому правилу и проживает постоянно, не обрели ожидаемого тепла и покоя. От выпадения конденсата на холодных стенах в квартирах постоянно сыро, отчего на потолке и в углах комнат буйным цветом расцвела плесень. У нас был угол полностью в плесени. Нам, конечно, его вроде как бы утеплили, поставили батарею, она высохла, естественно. Если бы полностью не поставили батарею, может, что-нибудь было бы. А так, как прохладно, так и прохладно, и появилась вот плесень в итоге. Точно такие же проблемы с промерзанием торцевой стены и у жителей соседних двух домов. Сейчас жильцы готовят коллективное обращение к мэру и жалобу в управляющую компанию. Александр Пьянков, Ильнар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.